В День труда городские мероприятия начались с важного события – увековечивания памяти талантливого брещанина Валерия Кискевича. Возле Брестского театра кукол, его последнего творения, над которым он трудился более 15 лет, собралось немало людей – представители вертикали власти, его родные и близкие, поклонники. Открытие памятной доски имени Валерия Кискевича – дань памяти человеку, который немало сделал для города и его узнаваемости. Я рад, что память об этом рано ушедшем от нас талантлившем человеке живет сейчас. Я рад, что сейчас мы предполагаем дальнейшие меры, шаги по увековечению памяти вашего замечательного мужа и отца. Я рад, что ни одна книга о нашем городе не издается без творений Валерия Георгиевича. Жизнь продолжается. Продолжается жизнь в его учениках, в детях, во всех нас, потому что мы формируем эстетику, вкус, восприятие города благодаря вот этим замечательным творениям Валерия Георгиевича. Валерий Кискевич – автор многих знаковых объектов Бреста. Именно он проектировал спорткомплекс «Виктория», центры грибных видов спорта, театр «Кукол», ставших сегодня точками притяжения на карте города. В объектах, возведенных по его макетам, чувствуется свобода и размах творческой мысли. Валерий Георгиевич, во-первых, он был и талантливым учителем для своих коллег-архитекторов, не только архитекторов, конструкторов и других специалистов. И его здания отличаются, скажем так, свободой, свободой творчества. То есть переход именно, скажем так, он еще выходец из той старой советской школы. Но вот тот дух свежей архитектуры, новых форм, новых пространственных и объемных решений, ему удавалось именно воплощать. То есть не каждый архитектор может придумать что-то интересное. И единицы могут добиться, воплотить это действительно в камне, в бетоне, в стали. Фактически он провоцировал всех нестандартно мыслить, нестандартно думать. Это неудобно. В архитектурном мире рейтинг его был высок. На конкурсах в Минске, лучший проект постройка года, всегда получал вот эти, ну, отмечалось в текстах. Его высоко ценили в мире архитектурном. И я, например, считаю, что это действительно, подвиг это заслуживает того, чтобы он был выделен, как бы, из ровной шеренги великолепных архитекторов города Бреста. Коллеги Валерия Кискевича делятся, что архитектура никогда не была для него просто работой. Это был смысл его жизни. И как любая творческая натура, он постоянно стремился реализовывать себя. Такие же стремления и у его детей, которые успешно продолжают дело отца. Был такой, как бы, волевой товарищ. У него были все, в принципе, моменты, которые связаны с тем, что он в себе носил, в общем-то, такую творческую стезю. Его было такое некое формирование себя, как личности, и формирование нашей семьи, как у меня, сестры. Это, в общем-то, воспитывало тоже в нас архитектурный дух такой творческий, в общем-то. Поэтому мы пошли по его стопам и сейчас тоже занимаемся проектированием. Сейчас уехали, сестра уехала в Даню. Я сейчас в Москве тоже со своей компанией проектирую там большие комплексы. Подолжу, так сказать, его путь и созидаю будущее. Как отметил на церемонии открытия мемориальной доски мэр города Александр Игачук, в будущем последуют дальнейшие шаги по увековечиванию памяти Валерия Кискевича. Хочу пожелать всем беречь историю Бреста, беречь память о ярких людях, которые продвигает наш город Брест. И хочу заверить, что мы и дальше будем делать наш город непохожим, неповторимым, особым, ярким. И вот здесь роль архитекторов, роль вот этой планки, уже поднятой, всех нас чрезвычайно высока. Всем здоровья, удачи. Я поздравляю вас с этим замечательным, добрым, нравственным делом. Ирина Левчук, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.